Добрый день! Вы смотрите итоги дня. Мы собрали воедино то, что посчитали наиболее значимым за прошедшие сутки. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. 40 тысяч тонн мусора. Прижился ли экологический тренд в Ульяновской области? Офицер с добрым сердцем или как военному стать заведующим детским садом? Реабилитацию Юрманского залива. Как в регионе реализуется проект сохранения уникальных водных объектов? В Законодательном собрании Ульяновской области прошло 35-е заседание. В этом году начнется строительство инфекционного корпуса Ульяновской областной детской клинической больницы. А во втором квартале 2023 года планируется ввести данный объект в эксплуатацию. Современная пятиэтажная детско-инфекционная больница общей площадью более 17 тысяч квадратных метров с новейшим медицинским оборудованием стоимостью около 3 миллиардов рублей появится в Заволжском районе. Кроме того, запланировано выполнение текущих ремонтов в ряде учреждений здравоохранения на общую сумму порядка 98 миллионов рублей. Планируется обновить отделение областного клинического противотуберкулезного диспансера. На это направлено 17 миллионов рублей. На 2021 год в Ульяновской области также намечено строительство 15 фельдшерско-акушерских пунктов. В Законодательном собрании Ульяновской области прошло очередное 35-е заседание. Спектр вопросов поднимался традиционно широкий. Наш корреспондент Рината Алиулова с подробностями. В зале заседания Законодательного собрания 35 депутатов. Это 35-е по счету встречи народных избранников. На повестке дня 49 вопросов. Некоторые из них вызвали бурю эмоций и споров. Не мудрено. Представители разных партий часто не могут договориться с первого раза. Например, на профильных комитетах. Первым делом заслушали отчет начальника УМВД Андрея Мишагина. С его слов, органы внутренних дел в 2020 году работали в напряженных условиях в связи с пандемией. Полицейские помогали Роспотребнадзору, взяли под крыло 12 медицинских учреждений. Часть из них находится под охраной полиции до сих пор. Не забыли правоохранительные органы и про прямые обязанности, охрану общественного порядка и противодействие преступности. В целом уровень регистрации преступлений остался на уровне предыдущего 2019 года. Это больше 12 тысяч преступлений. Мы фактически ликвидировали 4 преступных сообщества, которые занимались по целому направлению и вымогательством, и мошенничеством. После отчета начальника УМВД перешли к вопросам и выступлениям. Дмитрий Грачев на первый взгляд рад стабильной статистике. Однако лидер региональной партии ЛДПР посоветовал быть готовыми к росту преступности. Видят рост цен, видят падение реальных доходов населения. Ну, соответственно, Андрей Васильевич, наверное, нужно будет быть готовым к ухудшению и криминогенной обстановке. Прекрасно понимаем, что определенная группа лиц может решить, сказать, раз я не могу купить, значит, мне нужно просто взять, отнять, ограбить и так далее. Матвей Володарского интересовали патологоанатомические мешки. По его мнению, правоохранительных органов с такими пакетами есть дефицит. Депутат предложил помощь в закупке. Выглядит все это так очень плохо еще, да, когда, я извиняюсь, да, трупы граждан, которые попали, да, они просто валяются часами на обозрении, как бы, да, проезжающих мимо машин. Поэтому, как раз мое было обращение, как бы, да, оснастить, может быть, экипаж. А вот Юрий Супони распоряживался за здоровье тех, кого задерживают на несанкционированных митингах. Депутаты ответили, в таких случаях на место сразу вызывают карету скорой помощи. У правоохранительных органов нет полномочий оказывать медицинскую помощь. Спустя полтора часа начальника УМВД отпустили. Депутаты пошли по повестке дальше. Почти единогласно. В первом и втором чтении их парламентарии проголосовали за изменения в патентной системе налогообложения для автомобильных стоянок. Для стоянок будет действовать патент. Начиная с этого года оплата будет составлять 600 рублей за квадратный метр в год, что облегчит и саму систему налогообложения, ну и, конечно, легализует этот бизнес. Большинство приняли поправки в части передачи 26 газопроводов из 101 земельного участка из муниципальной собственности в региональную. Их обслуживанием займется специализированная организация. Это те газопроводы, которые были когда-то, ну, некоторые, там, 20-30 лет назад построены теми хозяйствующими субъектами, которых на сегодняшний день нет, а строили тогда все и совхозы, колхозы и так далее. Сейчас они, думаю, что многие их видели, наблюдали, в каком состоянии. Некоторые депутаты в качестве дополнительных вопросов повестки вынесли предложение собрать совещание по кризисной ситуации в Димитровградской городской думе. В частности, независимый Володарский и всегда идущий другим путем гибадинов считают, коллеги из соседней думы застряли в политическом тупике. Налицо, как бы, такой парламентский кризис. Сегодня ситуацию, как я понимаю, уже ни одна политическая сила не контролирует. Поэтому я считаю, что на оригинальном уровне мы должны этот вопрос рассмотреть. Действительно должны вмешаться. Нарушается закон, и Володарский в этом прав. Там действительно не могут принять до сих пор корректировки в бюджет, а это заработные платы, это деятельность города. Однако депутаты инициативу вмешаться в дела Димитровградские не поддержали. Ринат Алюлова, Юрий Конихин, Новости, Уллправды ТВ. Общество постепенно переходит на разумную утилизацию. В Ульяновской области устанавливают все больше контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Что входит в планы специалистов ЖКХ, расскажет Виктория Черкова. Делать мир здоровее и чище с каждым годом. В Ульяновской области проходит неделя нацпроекта «Экология». Местные коммунальщики поделились результатами и планами в сфере переработки и утилизации отходов. 29% на настоящее время отходов уже направляется на вторичную переработку. Само собой на этом мы останавливаться не будем и планируем развивать это направление. И чтобы помочь, соответственно, и региональным операторам и муниципальным образованиям, из бюджета Ульяновской области в этом году будет выделено порядка 6 миллионов на обустройство контейнерных площадок. В прошлом году в Заволжском и Чердоклинском районах установили 87 контейнеров для раздельного сбора мусора. Летом планируется расширение штата. Баки установят рядом с садовыми товариществами. По словам профильных специалистов, ульяновцы охотно поддерживают экологический тренд. В начале, когда их только установили, очень часто в данные контейнеры скидывали и обычный мусор, но со временем все больше и больше именно чисто пластика попадается в контейнеры все меньше обычного мусора. Далее отходы отправляются на сортировку и переработку. Мусор доставляют в полуавтоматический сортировочный комплекс, введенную эксплуатацию в 2018 году. Предприятие находится в левом бережье, близ села Красный Яр. Работники комплекса обрабатывают 40 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. В 2019 год мы отсортировали отходы и сдали в переработку более 30 тонн. А в 2020 году этот процент выборки значительно повысился более чем 10 раз. И в прошлом году, в 2020, мы сдали в переработку, уже 350 тонн торсырья. В работе людям помогает барабанный сепаратор и 14-метровый ленточный транспортер. Утепленная сортировочная платформа рассчитана на 18 постов. В крытом павильоне сортировка проводится ежедневно и в любую погоду. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, новости Управда ТВ. В управлении Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области подвели итоги работы за 2020 год. Об основных достижениях за прошлый год расскажет Ирина Антонова. Прошлый 2020 год для судебных приставов был непростой. Свой отпечаток наложила пандемия. Кроме того, Федеральная служба судебных приставов изменила статус и стала полноценной силовой структурой. В связи с этим увеличилась нагрузка на каждого судебного пристава. Как было сказано на коллегии, где руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области озвучил итоги прошедшего года, на исполнении в структурных подразделениях находилось почти 1 миллион 105 тысяч исполнительных производств. По сравнению с 2019 годом их количество увеличилось на 5,5%. В результате работы судебных приставов было окончено и прекращено 695 тысяч исполнительных производств и взыскано в бюджеты различных уровней более 6,5 миллиардов рублей, что оказалось на 870 миллионов рублей больше, чем в предыдущем периоде. Несмотря на эти трудности, мы смогли их преодолеть и научиться работать в этих условиях. Если разбираться по взысканной сумме, я хочу сказать, что очень серьезное внимание мы уделяли социально значимым направлениям, таким как, к примеру, алименты. Алименты взыскано 189 миллионов за 2020 год. Это более чем на 40 миллионов больше, чем в 2019 году. Руководитель Управления напомнил также, что в 2020 году вступил в силу федеральный закон номер 215 ФЗ, который ввел определенные смягчения по возврату просроченной задолженности наиболее пострадавшим гражданам в период распространения коронавирусной инфекции. Сейчас этот мораторий продлился. Служба судебных приставов отсутствует у нас такая возможность накладывать арест на движимое имущество, находящееся в помещении, в жилом помещении должника. Исключением составляет из движимого имущества только лишь автотранспорт. То есть машины арестовывать можно. Как отметил руководитель, за прошлый год 67 процентов производств были исполнены, не выходя из кабинета за счет электронного взаимодействия с различными органами. Таким образом, судебные приставы расширили диапазон влияния на должников за счет офисного исполнения. Мы очень часто рассказываем о нашем банке данных исполнительных производств, о нашем сайте. За прошлый год, благодаря вот той популяризации, которую мы ведем, более 600 тысяч, около 600 тысяч граждан посетили наш сайт, где они смогли ознакомиться с тем, что у них имеются долги, раз. Плюс ко всему, они получили информацию о том, каким образом можно их оплатить за счет высоких технологий. Наиболее эффективно применялась государственная информационная система государственных и муниципальных платежей ГИС ГМП. За прошлый год более 680 тысяч платежей на сумму 1 миллиард 400 миллионов рублей было осуществлено через эту систему, что в три раза больше, чем в 2019 году. Таким образом, граждане стали чаще прибегать к бесконтактной работе с судебными приставами. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Новости Уллправда ТВ. В Российской Федерации реализуется проект сохранения уникальных водных объектов. Ульяновская область этот проект не обошел стороной. Вопрос об экологической реабилитации Юрманского залива реки Волга в Чердоклинском районе будет решен. Как и когда планируется вернуть заливу функцию водоема, расскажем в нашем сюжете. До 1 апреля 2021 года будет выбран подрядчик, который разработает проектно-сметную документацию по расчистке Юрманского залива. Общий объем федерального финансирования составил более 67 миллионов рублей. Уже в четвертом квартале этого года начнутся работы по выемке илоса дна и расчистке береговой линии от растительности. Залив у нас заиделся, замелел. То есть люди практически не купаются. Там уже некоторые садоводы жалуются, аллергия пошла. В этом году все-таки решили помочь нам, садоводам, решить эту проблему. Я очень рад, что мечта наша осуществляется. Плачевное состояние Юрманского залива тесно связано с расположением большого количества предприятий на реке Свияга, из-за которых в том числе река и заилилась. В Министерстве природы отметили, что на все причастные к загрязнению залива предприятия будут наложены штрафы. Нам одобрены работы по реабилитации реки Свияга. Также до 1 апреля будет выбрана подрядная организация, которая разработает проектно-сметную документацию по расчистке реки Свияга. Работы у нас будут разбиты на три этапа. Общая площадь реабилитации и расчистки реки Свияга составляет более 24 километров. К расчистке планируют приступить также в четвертом квартале этого года. На сегодняшний день ведется предпроектная работа по реабилитации залива, благодаря которой будет решен главный вопрос, куда вывозить ил. Использование современных технологий позволит высушить его и после использовать полученный технический грунт в дорожной сети и сельском хозяйстве как удобрение. На ближайшие 10 лет после проведенных работ водоем вздохнет и сможет радовать жителей региона. Алина Тихонова, Александр Кудряшов, Новости Уллправда ТВ. В регионе прошло профилактическое мероприятие «Юный пешеход», направленное на привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. Данное мероприятие реализовано в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в Ульяновской области сотрудниками госавтоинспекции совместно с представителями Дирекции безопасности дорожного движения, представителями семейных объединений «Родительский патруль» и отрядами юных инспекторов движения. Особое внимание при выборе мест проведения мероприятия обращено на участки дорог, прилегающих к образовательным организациям региона. Вблизи пешеходных переходов сотрудниками госавтоинспекции и отрядами юных инспекторов движения также были организованы профилактические беседы с несовершеннолетними пешеходами и их родителями. Полицейские напомнили юным пешеходам о недопустимости перехода проезжей части в неустановленных местах и о том, как нужно правильно оценивать дорожную обстановку и скорость движения транспорта, будучи на тротуаре или обочине, а также как правильно подготовиться к переходу, если стоящее транспортное средство закрывает обзор дороги. Организаторы также подарили участникам световозвращающие браслеты и напомнили о важности их использования в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Из военных в заведующего детского сада. Как оказалось, такое бывает. Вот уже пятый год в Новый майне местной дошколкой руководит бывший военный, офицер и педагог Эдуард Зимуков. В преддверии Дня защитника Отечества мы решили рассказать о человеке с военной выправкой и большим добрым сердцем. Елена Юрьевна! Да. Подойдите, пожалуйста. Командный голос, военная выправка, хозяйственный подход и добрый взгляд. Эдуард Маратович Зимуков заведующий детским садом «Рябинка» в Новой майне. В дошколку Зимуков пришел работать 20 лет назад. Начинал с должности педагога по физкультуре. Руководит детским садом Эдуард Маратович вот уже пятый год. Но начиналось все с карьеры военного. В свое время я закончил Ульяновское высшее военно-техническое училище имени Богдана Хмельницкого. В 91-м году по стечению обстоятельств пришлось оставить нашу армию. Затем я закончил Ульяновский государственный университет по специальности «Социальная работа». И вот по настоящее время работаю заведующим детского сада. Сухо по-военному в трех предложениях. На деле же Зимуков служил на Кавказе. В трудные 90-е встал выбор – армия или семья. Мужчина выбрал семью и мирную жизнь. Поскольку в роду у Зимукова одни учителя, выбор вполне естественно пал на педагогику. В общей сложности династия Зимуковых отдала этому направлению 450 лет. Какого вообще работают в женском коллективе? Чисто женском? Комфортно. Ну вы как себя по отношению к ним стараетесь вести? Ну несмотря на то, что вы начальник, вы мужчина прежде всего. В любом коллективе нужно вести себя по-человечески. Мне кажется, мы даже и не наказываем, не ругаем. Он такой мягкий, белый и пушистый. Конечно. Правда, Слава Юрьевна? Конечно. С тех, кто он тоже. Смех смехом, а Эдуарда Маратовича коллектив любит и ценит. Именно за справедливость и честность, за человечность, за настоящие мужские качества. Это наша крепость. Это наш тыл. В любую ситуацию, в любую, в малейшую, даже женскую, он нас понимает с полуслова, помогает. Я не знаю даже, я не чтю сейчас ничего, а просто говорю, мы очень благодарны судьбе, что у нас такой заведующий. Когда стал заведующим, вы знаете, у нас детский сад расцвел, преобразил все в детском саду. Ну прям вот все, у нас и новая мебель, и новые игрушки, все появляется. Нам очень хочется с ним работать. Тыл и крепость Эдуард Маратович и для своей семьи. Двое детей, внук и, конечно, любимая жена, с которой Зимуков вместе вот уже 29 лет. Причем 19 из них супруги трудятся в одном коллективе. В плане, если даже, можно сказать, нарычит, то потом как-то и приголубит. То есть по справедливости, вы понимаете? То есть рабочие моменты, если по работе отругал, то это просто работа, это не распространяется лично. А еще офицер и педагог очень любят детей. Наверное, поэтому не изменяют своей работе. А ведь по секрету сказать, Зимукова из детского сада переманивали на куда более значимые должности. Глядя на ребят, глаза Эдуарда Маратовича как-то по-особенному сияют. А для них, мальчишек и девчонок, он лучший пример настоящего мужчины. Мужчины с большой буквы. Вот уж кого точно не обманешь, это детей. Малыши точно знают, какой он самый главный человек в детском саду. Он строгий, он хороший. Татьяна Елисеева, Тарас Шкуренко, Демград-24. Специально для Улправда ТВ. В выставочном зале Дома-музея Владимира Ильича Ленина открылась необычная выставка акварельных скетчей. Главная ее идея – показать одну из самых старых улиц Симбирска-Ульяновска. Более подробно расскажет Ирина Антонова. Новая выставка, которая открылась в Доме-музея Владимира Ильича Ленина, представляет одну улицу глазами современного человека. Ее автор – художница, журналист, культуролог, ведущая мастер-классов по рисованию Юлия Узрютова. Работы, вошедшие в экспозицию, являются частью большого авторского проекта – «Истории старого города». Сама Юлия не присутствовала на открытии, но прислала видеопрезентацию. Рисую я с детства. В основном это пейзажи, городские зарисовки, пленеры, как в Ульяновске, так и за городом, так и в различных странах, где я бываю. Сегодня я вас приглашаю на выставку, посвященную одной улице города Ульяновска. Это одна из самых старых улиц Симберска – Московская Ленина. В акварельных скетчах Юлии Узрютовой вы увидите Московскую улицу с ее старинными деревянными домиками и каменными особняками. Ее современный вид теперь уже улицы Ленина, со сталинками и домами более позднего времени. Здесь и знакомые цветочные киоски на перекрестке с улицы Гончарова и трамваи. Если присмотреться, то можно заметить, что у каждого дома свой характер, раскрывающийся в деталях, изящной резьбе, интересных крышах, калитках, воротах и фасадах, которые хочется рассматривать. Художница очень четко все прорисовывает. Раз, ей близок город, она любит его, она хорошо всматривается во все эти здания. Второе, здесь очень хорошо передан цвет, игра цвета, вот этого вот колора, очень хорошо. И, в общем-то, на самом деле это да, конечно, это способность видеть, все замечать и вот эти вот мелкие детали воспроизводить. Выставку удачно дополняют открытки с видами улиц Московской и Ленина из фондов Ленинского мемориала. Работы художницы представлены в выставочном зале Дома-музея Ленина до 16 марта. Ирина Антонова, Новости Улл Правда ТВ. По информации синоптиков, предстоящие сутки ожидается морозная погода. Днем столбик термометра удержится на отметке минус 19 градусов по Цельсию. Ветер северный, один метр в секунду. Ближе к вечеру возможен небольшой снег. Магнитное поле спокойно, ультрафиолетовый индекс низкий. Это все, о чем я и мои коллеги хотели рассказать вам сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18, 30, 20, 30 и 20, 2, 30, а также на нашем сайте. До свидания.